всем доброе утро девчонки вчера видео не делала так я была еще красней была у косметолога вчера делали мы микронидлинг его я уже делала в том году где-то примерно в это время три раза сейчас я тоже буду делать три раза вчера сделала первую процедуру на какой-то кожу улучшает больше процесс его больше результат видно в общем я довольна вот эти вот места где морщинки она конечно проходила больше вот здесь видно да вот здесь и вот эти вот места она проходила интенсивней потом купила дополнить эта процедура стоит один раз стоит 199 евро буду делать это три три раза с периодом или с паузой 4 недели в душ пока я не иду вчера не было сегодня я пойду только вечером душ если в душе я буду купаться и стекать там будет шампунь или что-то это ни в коем случае не втирать не умываться нет это я никогда это не делаю и она сказала что ну и нельзя это делать есть специальные умывалки все пожалуйста но никак и ничего там сейчас тем более ничего них не втирать дополнительно еще купила у нее такие маленькие пакетики сейчас покажу это типа гель вот сейчас и мне нужно пользоваться он успокаивает кожу от красноты от чесаться после любых после любые любых пилинговых процедур инъекции каких-то там иголочные в тем типа иглоукалывания такое нужно пользоваться в общем я процедура пока довольно мне очень нравится через два раза как это все следующий термин у меня 11 марта ну а потом в апреле и будет результат на ура вот вот этих пакетиков я купила 10 штук это такой гель на обратной стороне перевод английский французский и португальский в общем кожу успокаивает типа как витамин для кожи после всяких процедур девчонки может быть такое что опять кто напишет ой надя опять там что-то делает послушайте это конечно дело каждого но я считаю это делать нужно и я это говорю в открытую я говорю всегда что я делаю у меня нет какого-то стеснения или что-то скрывать если я что-то делаю то я об этом рассказываю и даже показываю помните я показывала что покупала вот эти вот два мороженое шоколадное и классическое не советую покупать это мороженое шоколад очень жирный и не хрустящий знаете вот как у эскимо совсем мягкий жирный и невкусный и также невкусный сам само мороженое невкусное вот эти вот понятное дело у них курс не меняется как они были вкусные что шоколадный пломбир что ванильный шар пломбир так он и остался очень вкусный а вот эти вот два эскимо не покупайте не советую ну конечно если вам нравится жирный шоколад то пожалуйста но этот мне лично не понравился и ромки тоже он не тот эскимо как вот я знаю хрустящий тонкий шоколад здесь совсем другой мой завтрак каша подогретая вода курага я не знаю возьму наверное давайте 5 штучек мои витаминки коллаген и рыбий жир все приятного всем аппетита девчонки как заново родилась когда вот так в душ сходишь ну конечно еще все это видно особенно вот на лбу в общем а утром как я выглядела я еще была красноватая в общем рассказываю ходила я гулять сонькой и встретила женщину с которой мы иногда встречаемся когда ходим гулять собаками она никогда мне ничего не спрашивала так где сегодня была красная еще утром еще не помытая башка грязная с капюшон на голове она не смогли что-то ведь сделала с лицом такое красное я я была у косметолога так как женщина уже в годах ей далеко за 60 может быть 70 или так 72 ну где-то примерно так и она я думаю навряд ли знает микронидлинг я и сказал что такая интенсивная чистка лица которая делается кто три раза делает кто больше кто пять то шесть вот я буду делать ее три раза вот она когда перманент у тебя тоже как на глазах и на бровях я говорю да и у нее тоже когда она начала говорить я заметила что у нее тоже но он у нее такой знаете уже давно давно вида делала он такой светло-светло серенький знаете в общем как я пригляделась уже не хороший старого перманента и стали с ней разговаривать иногда знаешь и говорит у меня год раньше был рак груди и так я как волосики все потеряла мне пришлось делать перманент но я так пожалела мне так его плохо сделали поехала к женщине другой чтобы исправили а у той год женщины ягод легла она мне просто обвела старый который был и все игры подожди я тебе дам говорю адрес если хочешь вот где я делала свои стрелки и вот где мне исправляли вот эти вот брови я группа едешь к ней я и она тебе сделает так как ты хочешь они так как хочет мастер у нее так ты приходишь она тебе рисует и ты уже говоришь как тебе нужно больше длинь уже тоньше а никак не мастер это решает и в общем я и дала телефон а я говорю подожди меня здесь я сейчас быстро схожу на годовая мне соньку и вот я у нее соньку оставила она держала двух собак свою собаку и мою а я быстрее домой за телефоном она ты напиши еще будь свой телефон и в общем я я дала телефон мастера свой написала и я говорю давай я мастера знаю лично я ей напишу сама скажу такая такая та женщина тебе позвонит это от меня и так вот мы с ней и на это попрощались я мастера уже написала ждем когда она ответит пока еще только один такой хакан ну в общем она такая довольная год здорово что я с тобой заговорила на эту тему а то как иногда не вижу что вроде бы что-то похоже но про брови не говорила а про стрелки на движутся вроде бы стрелки сделанные думаю надо это спросите как-то все неудобно неудобно а сегодня к тыкать с таким как красным лицом прям как в тему думаю нет все я спрошу говорю и в общем-то она спасила и я вот и сказала такая довольная такая счастливая все год надо я обязательно год поеду обязательно сделаю меня будут красивые брови и не выравнивать я говорю конечно почему нет это все сейчас делается все исправляется гри поедешь на тебе все сделает всем доброе утро сегодня уже третий день после микронидлинга еще вот здесь осталось а так в принципе уже нормально вышла час на улицу животные тут пуся здесь под наблюдением вчера он вышел на улицу я его выпустила и зашла совсем ненадолго там буквально может быть даже на две-три минуты смотрю он опять вот здесь вот сидит на самой верхушке до пушок орехи так никто и не ест эти кругляшки я уже не вешаю потому что эти куницы их уносят прям залезают на ветку срывают их и падают вместе с этим кругляшком для корм для птичек вот здесь кормушка такие есть уже пополняла три раза и корм еще остался полторы упаковки еще девчонки у меня так болит зуб я вам говорила да что я каждый год не думаю каждый каждый год ходит делает контроль на зубы также я ходишь иногда все хорошо в этом почистить только зубы и все потом ведешь следующий год смотришь тебе говорят нужно зуб лечить вот у меня в этот раз было как у меня кусочек пломбы отвалился думаю как раз уже год прошел нужно идти я пошла и мне зуб этот как бы сделали но сказали если она отпадет то сразу приходить потому что он не залечил ту часть где пломба отлетела они врачи они в этом понимают но она а и он сказал еще если она отлетит будем делать хальп кроны этот пол пол коронки называется я так еще смеюсь типа это на полную коронку на на целую коронку денег не хватило нет мне нужно было именно пол коронки есть кроны а есть хальп кроны и в общем пломба отлетела и соответственно он мне сделал вот эту вот пол коронки и это было мне на той неделе и как отошел укол у меня вот это вот ноющаяся как ноющая боль такая вот ноет и ноет зуб но вот что-то не то я позвонила не в сам праксис а девчонкам которые там работают я так и так а врач сам в отпуске в какое-то специальное кто работает на выходных я не поеду специально нет я останусь у своего врача я не хочу так есть таблетки я потеплю на таблетках ничего страшного в общем позвонила объяснила ситуацию они ведь такое бывает просто для зуба это было слишком много давление нагрузка его обтачивали потом наверх коронку и в общем это слишком большая была нагрузка для зуба такое бывает не не часто но бывает и вообще поэтому пойду будут мне опять снимать эту коронку внутри там вида чистит и что-то буду делать с корнями вот цели тоже корень до корень зуба вытаскивать я не знаю что в общем и опять потом буду делать вот эту вот пол коронки ужасно и ненавижу вот это вот все эти процедуры там сидеть этих врачей зубных я понимаю они делают свое дело делают хорошо но я из тех кто их не и зубная боль такая противная ноет так что девчонки а лечить надо никуда же не денешься лечить надо как то я думаю это все быстро 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 я же хочу эти шины делать теперь задерживается наверное так думаю вот если я например завтра пойду пока он мне сделает вот это вот опять все в марте наверно только придется это делать вот эти вот мои шины которые я запланировала да ладно девчонки буду заканчивать всем огромное спасибо и пока пока кстати лицо у меня маленько еще такое красное вот сейчас по под вечер и как припухлость как будто какая-то есть не надо но это все пройдет да вот такая вот она косметическая процедура все говори пока